Добрый вечер! В эфире канала Телемикс. Программа «Накипела». Телевизионная трибуна для наших зрителей. Меня зовут Ирина Мигунова. Газификация округа – одна из приоритетных задач власти сегодня. На голубое топливо переводятся котельные, крупные предприятия и даже частный сектор. Что уже сделано, а что будет, вам, уважаемые телезрители, расскажет Дмитрий Литвинцев, начальник управления жизнеобеспечения, администрация округа. Дмитрий, здравствуйте! Встречались совсем недавно мы здесь с вами, говорили о дорогах. Друзья, управление жизнеобеспечения настолько громадное и функционала там так много. Мы, Дмитрий, регулярно приглашаем к нам. Газификация – тема сегодняшней программы. И рассказать есть о чем. Но давайте сначала начнем с того, что все-таки уже сделано. Добрый вечер, Ирина, добрый вечер, уважаемые зрители. Управление жизнеобеспечения не такое уж и огромное. Само управление маленькое, а объем работы проделываемый очень огромен. В том числе и работы по газификации, газификации – это разные вещи. Давайте начнем с газификации округа. В рамках программы газификации Уссурийского городского округа на 2018-2024 год в 2021-2022 году с переходящими работами было выполнено несколько значимых для города мероприятий. Это реконструкция пятой котельной на коммунальный, переведена на природный газ. Работы выполнены и подтверждены в этом году. Буквально сейчас она уже работает на газе. Далее реконструкция котельной 27 с подключением нагрузок от котельной 8 ДТВ. 20 гигакалорий произошла на Междуречии. Также строительство газовой котельной по улице Раковской в районе улицы Московской. Котельная в настоящий момент строится, будет сдана в эксплуатацию в 2021 году. Люди, проезжая, не совсем понимают, что там за стройка идет, где Московская поворачивает. Буквально перед мостом это строится котельная. И на нее будет переведена вся слобода, верно? Очень много нагрузок будет переведена именно на эту котельную. Все, кто с ЛРЗ ушли, я правильно? Да, абсолютно правильно. Точнее, не ушли еще, уйдут с ЛРЗ. То есть слобода у нас тоже будет отапливаться газом и станет легче чуть-чуть дышать. Ну, легче дышать станет, когда произойдет дегазификация, потому что большое количество частного сектора, это вторая часть нашего вопроса, который будем мы рассматривать. Ну, к ней еще давайте вернемся. К этому вопросу мы еще вернемся к частному сектору. Огромная тема. В рамках газификации мы газифицируем именно округ, именно предприятия, котельные, бизнес. Это очень важно. Тоже большое количество абонентов мы запитываем именно, переводим угольные и мазутные котельные на газ. Значит, также были проведены мероприятия по строительству сетей газораспределения 14-го пускового комплекса, законченной тоже работы в 2022 году. И в настоящий момент производится строительство тепловой сети по улице Раковская. Все ее наблюдают в районе, опять же, Слободки, где люди возмущаются, почему все перекапываем. То есть, возвращаемся опять. Да, друзья, напоминаю, мы в прямом эфире. Вы можете позвонить сегодня по телефону 33-72-74, задать свой вопрос. Все, что вас интересует в плане газа. Если вдруг вы живете в частном секторе и захотели себе, или вас что-то смущает, не устраивает и так далее, возмущает, конечно же, звоните 33-72-74, прямой эфир. Еще не говорим о частном секторе. Город. Мы привыкли жить так. Зимой белье на улицу не повесишь, подоконники черные коптит бесконечно. Даже была какая-то советская поговорка, что у нас город в военных кочегарах. Сейчас внутри города много ли еще осталось тех самых кочегарок, которые коптят? Ну, в основном все нагрузки переключаются. То есть, 70% города будет отапливаться именно газом. Есть, конечно, котельные, военные и других ведомств. Они на угле. Но они не настолько значимы для города. Все-таки в основном именно вечерняя вот эта чадящая копоть, это все идет от частного сектора. В основном все отапливаются на угле. От этого никуда не уйдешь, если вы видите, допустим, в вечернее время, период растопки, как раз таки вот этот смог идет. Ну, уже там ближе к ночи это все дело происходит, когда основная масса протапливается. Поэтому все-таки основная масса, я считаю, это, я считаю, частный сектор. Большое количество частного сектора у нас загрязняет воздух. А сейчас процентов сколько у нас в городе уже работает? На сегодняшний день уже 8 котельных переведено на природный газ. Это вот котельная номер 13 по улице Раздольная. Две котельные по Штабского 40, 66, значит, еще в 2020 году перевели. Далее 24-27 котельная это на Междуречии. Котельная номер 19 по Мурзинцево. Кислородный завод, значит, котельная номер 25 по улице Арсеньева в 2021 год. И вот котельная номер 5, это основная, которая снимает основную нагрузку города. Да, она самая огромная. Самая огромная, да. И, наверное, вот Ленинградская, Доброполье, Кирзавод, эти районы. Очень много, да. Агельева очень много, да. Значительно ощущали, да. Как и жители Междуречия, вот мы живем уже без черных труб. У вас, да. И это ощущается, можно на самом деле теперь сушить белье. Замораживать. За окном. Ну, как минимум открывать окна, проверивать, потому что у Шакова плавала. Нет, если ветра, ну, просто аж жалко было. Сейчас все по-другому с прошлого года, причем заработала котельная, да. Все здорово. Но, насколько мне известно, на случай аварийной ситуации или еще чего-то, каждая котельная, она предусматривает срочную замену топлива. Абсолютно правильно. Есть резервуары для мазута, есть специальные склады для горючего. В принципе, при какой-то аварии, к примеру, сразу переводится котельная на альтернативный вид топлива. Запасы все на сегодняшний день у нас пополнены, более чем на 100%. В принципе, уссурийск готов к зиме. У нас звонок в студию. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, здравствуйте. А, говорите, говорите, говорите о вас. Не слышно сейчас? А скажите, район пятого километра был на жидком газе, его отключили. Будет ли приморский природный газ? Пятый километр, да. Тот самый вопрос, который волнует много лет. Пятый километр был на жидком газе и дома отключены. Дома отключены много лет. Это проблема. Много лет она повисшая в воздухе. Давайте разъясним. К сожалению, в свое время все было газифицировано, были газгольдеры, снабжался город газом, были определенного характера сети проведены. По итогам дефектовки очень много было нарушений выявлено примгазом. Соответственно, были отключены дома, газгольдеры демонтированы. В настоящий момент этот вопрос очень много кого затрагивает, волнует. Но на сегодняшний день конкретной даты ввода в эксплуатацию по газификации многоквартирных жилых домов нет. Естественно, есть планы. Сейчас обсчитывается все это мероприятие. У нас большие проблемы именно с тем, что для того, чтобы это все внедрить, необходимы большие средства. В том числе и собственников. Соответственно, это имущество дома. Если дом готов полностью проводить реконструкцию своих сетей газоснабжения, а скорее всего это не реконструкция, а будто строительство, потому что их уже срезали. Но они в принципе не подходили, они обветшали раз, и они были для другого газа предназначены два. Два разных вида топлива, хоть и называется газ, и то, и то. Работа ведется. В настоящее время именно газифицируется Уссуриск. То есть магистральный газ подведен к населенному пункту. Соответственно, все сопутствующие работы будут продолжаться в том русле, в котором мы понимаем. То есть, грубо говоря, естественно, в свое время от этого отходили, радовались, что есть электричество, зачем платить за газ. А сейчас как бы, ну вот, люди опять захотели газ. Поэтому, в принципе, как только все эти планы воплотятся в жизнь, планы эти есть, и в Министерстве энергетики данные мероприятия производятся. Все это дело обсчитывается, когда все это дело устаканится, мы, естественно, все это обсчитаем, будет доведено до населения, и уже будем принимать какие-то кардинальные решения. Кто-то будет подключаться, кто-то, возможно, не захочет. Ну, то есть надо четко понимать, большая часть суммы, она ляжет на плечи жильцов, потому что это имущество вашего дома. С тех пор, как все мы с вами стали собственниками после приватизации. Сейчас-то не государственная программа, государственная программа может довести вам до дома. Но все работы внутри вашего дома должны выполняться за счет собственников. Какие-то будут суммы, посмотрим после, когда это действительно все будет обсчитано. Сейчас же приоритеты у нас крупные предприятия, верно? Котельные. Котельные, крупные предприятия. Какие из предприятий у нас перешли, хотят ли все остальные, действительно это становится для них дешевле, экологичнее, эффективнее? Ну, в любом случае, бизнес, люди не глупые, они все это дело давно обсчитали. Если им было бы невыгодно, они не подключались. Второй частью нашего разговора, конечно, необходимо, я считаю, затронуть именно догазификацию населения, которая проводится в рамках краевой программы, значит, подключение частного сектора к сетям газораспределения, выполняется в соответствии с пообъектным планом догазификации Приморского края, утвержденным губернатором Приморского края Кожемяка Олег Николаевичем. Значит, на сегодняшний день у нас есть этапы, в этом году четыре этапа будет газификации населения, в основном это частный сектор Слободки, в дальнейшем это будет, конечно, распространяться на другие населенные пункты и районы города. Ну и в центре, честно говоря, тоже ведь много у нас частных. Естественно, да, но все это у нас нулевой этап был в поселке Радужный, до сюда все, ну, если сейчас опять жители Слободки будут нас пальчиками показывать на нас, потому что там действительно благоустройство сейчас начинает хромать именно с прокладкой сетей газораспределения до частного сектора. Значит, хотелось бы рассказать в двух словах, что это такое, значит, согласно этой программы, согласно этой программы, значит, сети газораспределения будут подаваться бесплатно до границы участка граждан. Та же система? Да. Далее, если, ну, не если, вообще, конечно, мы настаиваем и просим, это с учетом того, что это бесплатно, жителей и граждан заключать договора, писать заявление на подключение, потому что, в принципе, от них ничего не требуется, кроме как правоустановленные документы на участок, на дом, значит, правоустановленные документы, то есть, что он собственник, подтвердить, он пишет заявку на подключение, ему около дома выводят газораспределительный, там, так называемый кран. Ну, в общем, будет стоять метель, подключайся. Да, если мы сейчас начнем все говорить как положено, люди не понимают, потом переспрашивают, назовем это так. Упростим. Упростим, да, нашу беседу. Далее, если гражданин захотел подключиться, он уже заключает, он обращается в Газпром на Слободскую, по адресу Слободская, 2, значит, ему выдают технические условия на подключение его дома к сетям газораспределения. Далее у нас на территории Уссурийского городского округа действует, вернее, не действует, работают три подрядные организации, которые в состоянии провести работы по подключению именно домовладения к сетям газораспределения. И разрабатывается проект, выполняются строительно-монтажные работы, производится сдача объекта, вводится в эксплуатацию, и, в принципе, люди начинают отапливаться, ну, газом именно, не... Вот момент. Отапливаться или просто готовить на газу? То есть, если отапливаться, то это же еще и по дому какие-то коммуникации? Естественно. Можно и отапливаться. У нас газовые котлы, они вырабатывают теплоэнергию и, естественно, при должной разводке по дому люди получают от этого тепло. То есть, они могут выбрать? Только готовить, и это одна будет цена, да? Нет, 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 газ довелся, все. То есть, как это вот в большинстве, скажем так, растущих населённых пунктов западного нашего округа, нашей страны, там вообще уже нет сетей теплооснабжения, они от котельных не отапливаются. У них дома у каждого стоит индивидуальный котел, он сам определяет, сколько он сожгёт газа для своего отопления. Нет у меня, я уехал в отпуск, я выключил газовый котел или поставил его там, ну, на какой-то определенный параметр и всё. Так же, как вот, ну, многие люди, которые на газу отапливаются, в том числе и частный сектор на жиженом газе, который закапывает себе газгольдер или на привозном газу работают. То же самое, они также отапливают дом именно газом. Это гораздо дешевле. Конечно, подключение стоит денег, и от этого никуда не уйдёшь. Мы можем примерно сказать о сумме. Примерную стоимость, среднестатистическую мы можем, конечно, озвучить. Значит, это от 200 до, смотря какой дом. Поэтому на сегодняшний день, что хотелось бы сказать ещё до газификации. Существует льготная категория граждан, которой правительство Примерского края сейчас прилагает все усилия для того, чтобы вовлечь наибольшее количество людей. Субсидировать, может быть? Субсидировать, естественно. Частный сект, субсидии частного секта? На сегодняшний день, согласно закону, стопроцентная компенсация предусмотрена в размере 155 тысяч рублей. Но, к сожалению, в нынешних реалиях, когда возникло подорожание оборудования и всего остального, получилось, что 155 тысяч не хватает. Вот на сегодняшний день мы работаем. Вот у нас выявлено только по первым этапам, которые на слободке, у нас выявлено порядка 130 граждан, попадающих под льготную категорию. Из них 13 на сегодняшний день только подтвердили свой статус. Для того, чтобы свой статус подтвердить, надо прийти в МФЦ с соответствующими документами и подтвердить свой статус. До газификации проще, потому что принято решение, что если у человека менее двух доход, то он, в принципе, имеет право субсидироваться. В пропорции я не могу сейчас сказать, это отдельно. Пусть граждане обращаются, телефон я все скажу. Мы им объясним, сколько положено ему субсидии. Поэтому, в принципе, сейчас очень активно правительство Продолженского края работает над изменением законодательства на увеличение суммы субсидирования порядка, наверное, 280 тысяч рублей. Вот вы задали вопрос еще и про отопление. То есть, допустим, если еще устраивать отопление в доме, ну, где-то, это среднестатистический дом. Мы не берем сейчас замок, не берем шалашик. Да, там еще, ну, наверное, порядка 100 тысяч рублей будет выходить. Ну, грубо говоря, 380 тысяч рублей для человека, не имеющего льготы, будет производиться данное мероприятие. Если это льготник, если все-таки мы определили, что это льготник, значит, соответственно, сейчас произойдет изменение в законодательстве, поднимется цена субсидирования, будет порядка, возможно, то есть, как это все произойдет, на сегодняшний день 155 тысяч, возможно, поднимут до 280 тысяч рублей. Поэтому, в принципе... Что за категории? Давайте озвучим. Значит, давайте все-таки работу еще озвучу, чтобы все понимали, как это происходит. У нас очень многие, мы столкнулись с проблемой, у нас люди не хотят дегазифицироваться, они боятся этого. То есть, на постоянной основе администрация Уссурийского городского округа совместно с разными организациями, волонтерскими движениями, спортсменами, мы проводим обходы населения Слободки. И ходим по домам, агитируем их, раздаем им листовки, дорожную карту, куда им обращаться, что делать. Объясняем. Многие почему-то отказываются, хотя я говорю, но это бесплатно дегазификация. Это и стоимость домовладения возрастает, когда есть у тебя рядышком дегазификация. Если люди не войдут в эту программу, они в будущем будут за это платить. Это совсем другие деньги. Поэтому рекомендуем всем обращаться в администрацию по адресу Некрасова, 66, кабинет 230. Значит, номера телефонов я могу тоже сказать. Так, Некрасова, 66. Да, кабинет 230. 230 кабинет. Это приемное управление жизнеобеспечения. Значит, телефон отдела жизнеобеспечения 33-68-03. 33-68-03 записывайте. Да, это справки по этому телефону можете получить. Также можете прийти, мы вам выдадим бланк заявления, расскажем, какие мероприятия мы вам поможем сделать. Администрация занимается не только агитированием, мы еще и помогаем людям, так как мы заинтересованы в этом, как город, мы еще и помогаем людям оформить то, что у них не оформлено. Если у них земля не оформлена, мы им помогаем и выписки получить, и где-то оформить, и подскажем, куда бежать и что делать. Но может бояться просто потому, что они найдут эти деньги? Вдруг люди не попадают под льготную категорию? Я не знаю, как это осветить. Я могу предположить, что 280 тысяч – это большие деньги. На сегодняшний день 280 тысяч, конечно, это деньги большие, с одной стороны. С другой стороны, какая будет существенная экономия? Есть коттеджи, а есть ветхие избушки, где бабушки живут. Чистота, уголь сколько сейчас стоит? Сколько сейчас стоит дрова? Ты это все их привези. Создай место для накопления. Каждый день бежишь растапливать эту печку, чистить, отходы куда-то убирать. Поэтому все-таки склоняю население к дегазификации. По льготной категории. Мы всех агитируем, рассказываем, что если у тебя есть какая-то предпосылка к льготе, пожалуйста, мы можем подсказать, куда бежать. В основном это МФЦ. Подтверждаем. Мы заранее проводим эту работу. Мы этих людей практически, мы когда обходим, стараемся брать обратную связь. Бросим телефоны. Для чего? То есть, если, допустим, гражданин сообщил, что у него, по его мнению, льготная категория возможна. Мы пытаемся проверить, действительно ли это или так. Подскажем ему, куда направляться, где он может подтвердить свой статус. То есть, в дальнейшем он получает этот статус. Мы направляем данные в край и уже идет при заключении договора. И когда человек гражданин, после того, как он заключит договор с Газпрому и подведет до границы участка сеть, соответственно, после этого он заключает договор с подрядной организацией. И этой подрядной организацией будет компенсирована стоимость, которую он сделает для гражданина. То есть, все просто. Повторяемся, да? То есть, человек не должен где-то найти эти деньги, а потом ему вернут затраты. Это касается льготников. Сразу напрямую? Конечно. Мы сейчас с этим вопросом работаем. Очень плотно работаем. Категории. Давайте назовем же категории. Ну, категории льготников, пенсионеры, инвалиды, многодетные, они обширные. Для того, чтобы... Там разные категории компенсации. Поэтому для того, чтобы сейчас я в эфир не говорил, возможно, то, чего где-то я могу соврать... То есть, много очень подразделений, да? Да. В любом случае, вот телефончик я вам назвал, второй адрес, граждане очень любят его, почему-то не любят в администрацию ходить, второй адрес для написания заявления, это у нас Слободская-2, это Газпром. Так, Слободская, Газпром, тот, что где, развязка? Нет, нет. Слободская-2. Слободская адрес записывайте, Слободская-2, они приходят в абонентский отдел, пишут заявления, прикладывают документы. Мы также совместно с Газпромом, у нас каждый день совещание проходит в 9 часов утра, мы с ними подбиваем количество заявителей, количество договоров. Если у гражданина, он написал заявление, что-то, допустим, не в порядке с документами, мы ему помогаем, то есть мы его направляем и пытаемся ему помочь ускорить этот процесс, потому что для нас действительно очень важно. Если мы, чем медленнее мы будем проводить работу, тем медленнее у нас будет проходить вообще в округе в целом работа. Вот на сегодняшний день уже 69 километров сетей газораспределения по частному сектору проведено, вот, осталось. В этом году, если мне не изменяет память, порядка, ну, всего там 83, 69 проведено, в общем 160 надо. То есть в следующем году тоже будет проводиться работа, по этому направлению. Улицы еще не все, правильно? То есть сколько-то лет будет проходить газификация Слободы? До всех доберутся в итоге? Есть полный перечень практически всех улиц, у кого какие-то вопросы, по каким адресам, где-то кого-то есть возможность, допустим, включить, и оно не вошло в адресный список, то, естественно, будем проводить работу с этим вопросом. Друзья, еще раз напомню адреса. Некрасова 66, это здание администрации на площади, там кабинет 230, и телефон 33 68 03. И Слободская 2, если вы живете на Слободе и вам далеко ехать в центр, там тоже вы можете получить консультацию. Если человек первый этап прошел, первый шаг сделал, и ему к дому этот кран довели, как быстро, как скоро он должен подключить свой дом к этому крану? Или он может погодить, поднакопить, подождать? В том-то все и дело. Или его обяжут? Нет, его никто не обяжет абсолютно. Самое главное, люди должны уяснить, что до газификации, до границы участка, неважно, льготник-то или нет, это бесплатно. Стоит сделать всем на всякий случай, как минимум, да? Значит, адреса я назвал, еще это возможно, заявку подать через портал госуслуг МФЦ, и через единого оператора газификации САГАС РФ. Далее, есть около дома уже сеть, и в принципе... Дом дороже стоит сразу, конечно. Да, как только у человека появились деньги, он пошел, заключил договор, потому что эта работа, она немножко уже другая. То есть, там надо и технические условия получить, там надо и проект сделать. Возможно, у человека идет перестройка дома, возможно, он хочет сразу с отоплением, как говорится, не просто там готовить на газе. Это, ну, комплекс мер. Поэтому человек, как только он созрел, пожалуйста, в нынешнем году, в 22-м, уже можно, ну, людям заключать сейчас договора. На сегодняшний день, насколько я знаю, четыре человека уже получили технические условия. Я только по одной компании говорю, я не говорю про другие компании. Вот я беседовал с директорами. Вот у нас три сейчас компании, которые могут официально лицензированные именно заводить в дом сети. Рекламировать их не будем. Опять же, получаем информацию у нас и донезифицируем. Донезифицируем. И очищаем слабаду. И очищаем воздух. Одна минута у нас осталась. Еще один маленький вопрос. Поселок Радужный, блестящий пример, но это уже многоквартирные дома. В городе многоквартирные дома будут когда-нибудь подключаться? Вот у нас дается очень много новостроек. Опять же, и на Западе это тоже уже делается. Ну, мы об этом и говорили, что у нас основная задача подвести сети. Сети подведем, там дальше уже... То есть, застройщик выбирается? Конечно, конечно. У нас, к сожалению, может не к сожалению, или к сожалению, не знаю, у нас новые дома, я вот видел, они на электроотоплении. Да, целиком. Хотя люди довольны. Сначала они были недовольны, теперь довольны. Ну, не знаю. То есть, это дело такое, скажем. Все. Понятно. Спасибо большое. Было очень интересно, познавательно. Друзья, если вы живете в частном секторе, пересмотрите и переслушайте нашу программу. Мы с вами увидимся в следующий понедельник на канале Телемикс в 20.00. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!